Здравствуйте, дорогие жители, гости Курос Стыка. Вот сегодня прекрасный день, сегодня уже 10 ноября. Было возможность, знаете, снова провести, некабы, на объект Таврида. И после ток-шоу, что было на прошлой неделе, вот кто смотрел полуторачасовое, вот мы говорим сегодня, что идет активный процесс подготовительный, и застройки, и трудно решить. И когда говорим, что ландшафт сохраняется, смотрите, работает, вот мы на сталь 6 автокранов работают, работают тяжелые техники, бульдизера, погрузчики, самосвалы, все это распахивается, возглаждается никаким сохранением ландшафта природы, о чем нас убеждают Таврида и те, кто оправдывает эти вещи, это быть не может. Все нарушается, оголяется, и будет голое поле, как и напротив, там, где вот сняли в прошлом году покров, который держал землю, понимаете, и вот он за год покров не восстановился, и пыльные бури уже отсюда пойдут, как предлагали наши активисты. Ну, как, с одной стороны, конечно, радуется душа, что вроде бы будет о своей территории, что будет грандиозное такое для населения нашего, для людей, для всей России, для будущего. А взросленно жалко, конечно, мы теряем уникальный природный заповедник. Ну, это как бы не заповедник, там территория такого, знаете, как многие люди, дикие места, где можно отдохнуть, ощутить, связь с природой поймать, не столько вот с этим вот пылью и так далее распахнули территории. Ну, забор ставится активно, с той стороны уже стойки стоят, кроны работают, все техника, и погода благоприятствует. Тоже, понимаете, вот, теплоход наш, по крайней мере, Багратионда вызывает унылое зрелище, что, да, он может быть отрестарирован, должен быть примечательностью, какой-то исторической какой-нибудь привлекательностью, ну, пока идет борьба что-то и как с ним. Хотелось бы знать дальнейшую судьбу, какая входят планы нашего города и так далее. Ну, по вопросу про земля, чья земля, федеральная или муниципальная, муниципальная, после того, что активисты, значит, ЛДПР направили запрос в, значит, главе Горского совета города о том, что все-таки определится о качестве земля, и на что это влияет, и каким образом город может влиять на все эти ситуации, что происходит всего здесь. Я думаю, что и гель-ку-две, значит, ответ будет, и тогда мы объявим решение о том, что все-таки происходит. Вот. Вопрос заповедных зон, к Майганому так он не решен, там запутанная ситуация непонятная. Мы там были, там, где активно развивался бизнес все остальное летом, сегодня пустынное место, запущенное, кругом мусор, грязь, как пошло по набережной створи воинской части, понимаете, где-то лет наступить негде, а сегодня все заброшено, все это в мусоре, в грязи, никто не убирает. Чья территория? Хотел бы, чтобы наша администрация все-таки вышла на место, посреди отчаянной территории, которую убирать должен. Вот я прошелся, понимаете, как житель, гордый, турист. Ну, конечно, стыдно за такую приказную территорию, она бесхозная стала, понимаете. Вот поэтому мы сегодня сошли, такой обзор сделали, что творится под доврением. Да, соответственно, гордость, а срочно печаль, понимаете, такие вот двойственные чувства вот того, что происходит сегодня здесь. Спасибо за внимание.